Добрый день зрители и подписчики канала жизнь на воде в преддверии водомоторного сезона стал получать много вопросов да и вообще в переписке видеть что люди в этом году уже приобрели катера кто-то никогда жизни не путешествовал и встает вопрос как и куда можно сходить летом в данном случае хотел бы с вами обсудить один из маршрутов да и вообще поговорить формат такого видео кому-то будет интересен или нет вы там внизу оставьте комментарий продолжать это делать рассмотреть таким образом московскую кругосветку сделать ли такое видео из путешествий из москвы в казань или нет а сегодня хочу с вами поговорить о путешествии из санкт-петербурга в москву в двадцатом году мы ходили из москвы в санкт-петербург на катерах и обратно кому интересно ссылочку на видео оставлю посмотрите это видео было этот маршрут мы прошли в двадцать втором году когда перегоняли свою яхту галеон из санкт-петербурга в москву поэтому не претендую на истину в первом лице то есть думаю что конечно же люди которые местные знают больше и заправок и каких-то точек где можно красиво постоять отдохнуть каких-то баз отдыха но я расскажу вам лично про наш опыт про наш маршрут как мы двигались где мы останавливались сейчас пока я говорю вы видите анимированные видео нашего движения как мы вышли из санкт-петербурга и дошли до москвы а дальше мы поговорим о конкретном каждом дне где мы шли где мы заправлялись где мы ночевали все контакты которые у меня есть и локации я буду оставлять внизу под видео так что когда это как шпаргалка то есть вы сможете в любой момент обратиться посмотреть если хотите можете дополнять кто-то если есть какие-то владельцы баз или там не знаю заправок которые хотят тоже на себе оставить информацию внизу под видео в комментариях пишите в любом случае да дорогие друзья с ребятами на своей волне с юлией андреем мы сделали свой телеграм-канал ссылочку но сейчас она здесь выскочит под видео тоже оставлю ее подписывайтесь там есть один из пунктов это полезные контакты можно оставлять и свои контакты если вы хотите чтобы к вам обращались также и контакты людей которых вы рекомендуете присоединяйтесь к нашему чату я надеюсь будет полезным так вот давайте начнем с нашего первого дня значит я буду здесь подглядывать свой телефон и свои записи вы будете периодически видеть какие-то фотографии но и анимацию маршрута значит в первый день мы вышли из яхт-клуба него но вышли мы достаточно поздно да дорогие друзья извините еще одно обличение если кто-то за потом захочет посмотреть видео этого маршрута тоже ссылку здесь оставлю и то что мы сегодня с вами проговорим по пункта вы сможете просмотреть как фильм может быть тоже будет полезно значит в первый день мы вышли в пять часов вечера из яхт-клуба него выходили мы в мае 8 мая вышли поэтому прошли мы недалеко дошли мы до яхт-клуба морские волки где не заночевали это первый день это пробег небольшой там пятьдесят три километра у меня получился вот но встали мы достаточно поздно пока в 21 30 мы только дошли потому что пока мы пошли по санкт-петербургу пока мы залились на заправке в санкт-петербурге заправок достаточно много поэтому вопросов с этим не возникает прям с катера подошли и заправились точку где я заправлялся еще раз повторю все точки и заправок и остановок я локации буду оставлять внизу под видео прям будет разбивка первый день второй день и так далее прям до прихода в москву значит в яхт-клубе морские волки мы переночевали и на следующий день мы планировали пройти до свири или чуть дальше утром стали был сильный ветер поэтому решение было идти обводным каналом вдоль ладожского озера потому что ветер очень сильно раздул боялись у ковыркаться на волне значит заправка заправлялись до расписание лав то есть разводные мосты в канале работают разводные мосты они работают по расписанию расписание наверное сейчас я найду актуальное может быть они уже выложили не знаю меняется она от года в год или нет оставлю тоже под видео посмотрите но не знаю у нас одним днем получилось пройти совершенно случайно было видимо праздничный день 9 мая и поэтому когда мы уже подходили к последнему из мостов из лав он уже не работал но мы так покричали нам нашли женщину которая разводит эти мосты и нам в честь праздника этот мост развели мы прошли и остановились на ночлег в свири и так где можно заправиться когда вы проходите по ново ладожскому каналу и доходите до реки волхов и город новый ладога там буквально от выхода из канала там в 300 метрах будет заправка координаты оставляю но здесь у нас получилось так что пройдя лавы выйдя и заправившись на этой колонке кстати тоже надо быть внимательным когда мы подходили это был май это время высокой воды на глубину у меня и холод показывал метр шестьдесят вот днище соответственно я думаю когда летом там может быть совсем мелко поэтому подходите аккуратно смотрите чтобы не цепануть себе ногой вот мы не успели из-за заправки проскочить следующую лаву в немятого да соответственно пришлось нам стоять и ждать потом дальний перегон как я рассказывал и мы уперлись в последнюю лаву и нас пропустили только потому что мы очень попросили не успевали на нее дальше мы вышли в свирь и в свири встали на икорях это был наш второй день маршрута и прошли мы около 190 километров день третий мы из нашей точки ночлега на реке свирь выдвинулись в сторону онежского озера прошли мы нижний свирский верхний свирский шлюзы прошли мы всю свирь и остановились мы в яхтлубе якорной это прям непосредственно близости от выхода в онежское озеро в этот день мы пробежали двести семь километров в принципе заправиться в якорной можно ребята привозят топливо с другого берега на пароме ну для вас это вообще абсолютно никаких проблем нету как у них в этом году уже или в тот год когда вы смотрите я не знаю когда мы шли у них за доставку топлива каждые 100 литров брали по тысяче рублей ну вот и считайте сколько вам топлива надо и сколько вам это будет стоить ну в принципе все заправки вот мы прикидывали если вы заправляетесь с воды или вы заправляетесь просто привозом примерно так и получается по 10 рублей на литр топлива где-то добавляется ну плюс-минус ну вот это вот можно примерно так и рассчитывать день четвертый четвертый день мы вышли здесь если кто-то торопится в москву и ему надо быстрее-быстрее пройти то сразу пересекаете онежское озеро вытигру и пошли по волкобалтийскому каналу у нас был план еще зайти в петрозаводск мы хотели сходить на тежи вот но всего по порядку значит следующий день вышли из базы якорная пошли в по онежскому озеру в петрозаводск время у нас это за него там несколько часов пробег составил сто тридцать километров метров остановились мы в яхт-клубе пески контакты оставлю под видео в принципе день интересный в петрозаводске можно погулять походить посмотреть город сделали отличную набережную идем дальше четвертый день четвертый день в планах было выйти сходить в кежи посмотреть и вернуться и дойти до вытигры не получилось потому что мы не рассчитывали что в мае 10 мая на онега будет лед то есть шугу которого оторвало в петрозаводске ее погнало и прибило в около вытигры заклинив выход или заход вытигры непосредственно ну и соответственно у кежей тоже были еще глыбы льда мы не рискнули еще судовая обстановка не была выставлена мы не рискнули туда соваться потому что не зная фарватера думаем не дай бог где-то засадимся а вода была в тот момент 0,3 градуса то есть 3 десятых градуса практически лед так что мы пошли из из петрозаводска чуть-чуть в сторону кежей поняли что пробиться туда не сможем пошли в сторону вытигры но это вы по видео видите маршрут поняли что пробиться вытигры мы тоже не сможем я связался с диспетчерской они подтвердили мне это диспетчерская телефон тоже оставлю диспетчер вытигры и пришлось вернуться опять на базу якорная и в тот день мы пробежали 190 километров опять же в якорной заправились и созвонившись с диспетчером я выяснил можно ли нам опять пройти обводным каналом вокруг онега диспетчер подтвердил сказал что просто подходите к клаве утром побибикаете посигналите и вам ее разведут то есть там уже не по расписанию а по запросу подошли посигналили вам развели вытигры вышли мы из вытигры в два часа дня соответственно очень долго проходили шлюзы волга-балта это надо рассчитывать но вот ходили когда в санкт-петербург потом из санкт-петербурга в двадцатом году тоже аж в ночь уходили на шлюзы поэтому рассчитывайте что это практически целый день может занять у вас прохождение вот этих шести шлюзов значит поэтому я показал что шестой день остались вытигры а седьмой день мы двинулись из вытигры прошли по реке прошли белое озеро прошли шексну и дошли до шексны до яхт клуба парус пробег у нас составил двести семьдесят шесть километров это я параллельно с вами смотрел видео значит ребят давайте я чуть-чуть перебегу вперед может быть это получится вставить как я планирую маршруты что с собой брать я снимал видео в прошлом году в казани как раз если интересно ссылочку оставляю посмотрите также для тех кто собирается в первый раз в поход ну достаточно мне кажется подробную инструкцию как проходить шлюзы я тоже оставил ссылочку оставляю посмотрите ну надо понимать что мы предпочитаем в походе находиться все время на лодке я имею ввиду еда и ночлег просто я знаю есть люди которые предпочитают до яхт клуба до какого-то дойти или до какой-то локации пойти переночевать снять арендовать домик и там ночевать вот здесь немножко другая у нас концепция поэтому мы все время живем на катере соответственно какие-то яхт клубы какие-то базы отдыха на которые в принципе можно зайти если вы идете на небольшой лодочке у которой нету нормально нет нормальных спальных мест чтобы вам не ставить каждый день на берегу палатки в эти яхт клубы вы можете ну или там базы отдыха заходите ну их можно найти конечно на карте вот я рассказываю именно про наш маршрут значит до вытигры мы дошли в яхт клубе парус мы останавливаемся яхт клуб парус контакты я вам оставляю под видео соответственно можно у них заправиться ездит на машине с большой емкостью я имею ввиду канистру за собой тащит то есть в принципе по моему она там куб то есть тонну вы можете сразу топливо себе залить одним махом привести заправиться восьмой день вышли из шексны прошли последний шекснинский шлюз они там идут параллельно семь-восемь но пока я видел работающий только восьмой прошли по шексне прошли череповец вышли в рыбинское водохранилище через рыбинку и на базу коприно зашли это наша локация все время когда мы идем в какое-то путешествие в коприно все время останавливаемся очень хороший яхт-клуб плюс заправка на воде то есть там вы можете спокойно заправиться пробег у нас с вами составил двести семь километров девятый день пути я его тоже здесь скомпоновал сразу в один потому что заправок я больше нигде не делал еще тоже для вас хочу сказать что у меня значит бак четыреста литров на лодке плюс сто пятьдесят литров топлива и это где-то мне хватает на там четыреста пятьдесят пятьсот километров пробега то есть в принципе достаточно большое расстояние я могу пройти но если есть возможность дозаправиться где-то я это делаю чтобы у нас был резерв по топливу никогда не знаешь какие там приключения ты можешь попасть значит поэтому вот последняя часть нашего маршрута у нас был девятый десятый день здесь я все в один день убираю мы дошли из Коприно до яхт клуба в Долгопрудном общее расстояние триста тринадцать километров соответственно как я это разбиваю я прохожу по всей Волге до Дубны захожу за первый шлюз и там стою на ночлег и на следующий уже день я прохожу все оставшиеся шлюзы Кима со второго по шестой все выхожу в водохранилище в каскад водохранилищ по ним и в Долгопрудный вот десять дней у нас занял маршрут из Санкт-Петербурга в Москву с заходом в Петрозаводск на один на одни сутки ну на один день получается день и на следующий мы ушли можно ли дойти быстрее можно нужно ли это ну если вы путешествуете я думаю что нет если вы перегоняете быстрее быстрее судно то конечно можно вопрос в водоемах тоже обязательно смотрите прогноз погоды потому что все водоемы крупные на пути это ладожское озеро это онега это белое озеро это рыбинское водохранилище это те такие водоемы которые в любой момент могут раздуть до критической волны и вам эти сюрпризы ни к чему соответственно вокруг кроме рыбинского водохранилища вокруг этих водоемов всех есть обводные каналы если вдруг что вы всегда можете обойти если нет лучше отстояться подождать в принципе все что хотел я сказал спасибо всем за внимание подписывайтесь на наш канал еще раз прошу если есть пожелания комментарии и скажите имеет ли смысл делать еще такие видео указывать там какие-то заправки по московской кругосветке и точки и локации где можно постоять и то же самое по путешествию из Москвы в Казани обратно если да пишите комментарии под видео тогда сделаю это все всем хорошего времени суток до свидания до новых встреч